Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко приглашается Николай Васильевич Фёдоров, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый президент Чувашской Республики. Спасибо большое, дорогие мои соотечественники, У меня приятная и почётная миссия огласить приветствие председателя Совета Федерации. Уважаемый Олег Алексеевич, поздравляю вас и всех жителей Чувашской Республики со знаменательным событием, столетием со дня образования Чувашской Республики. Чувашия всегда была надёжным форпостом нашего Отечества в Поволжье. Города-крепости региона Чебоксары, Ядрин, Цивильск, АллатРа сыграли важную роль в укреплении могущества страны, защите территории от вражеских полчищ, получение автономии в составе российского государства – одна из ярких страниц славной истории чувашского народа. Свидетельство братского единения со всеми народами России. Чувашская Республика – красивейшая земля, где в мире и согласии живут гостеприимные люди, бережно относящиеся к своей самобытной культуре. Органы государственной власти Республики многое делают для повышения уровня жизни людей, большое внимание уделяют поддержке предпринимательских инициатив и формированию благоприятного инвестиционного климата. Уверена, что жители Чувашской Республики будут и в дальнейшем вносить весомый вклад в её достижения и решение общенациональных задач. Желаю всем мира, добра, счастья и процветания. Валентина Матвиенко Теперь с вашего разрешения, как говорится, от себя несколько слов. Дорогие труженики Чувашской Республики и Олег Алексеевич, уважаемые гости этого праздника. Поскольку мы вчера в этом здании, в котором в сентябре 1999 года проводил Владимир Владимирович Путин всероссийское совещание по жилищному строительству, слушали снова нашего президента, и в числе очень важных многих предложений, инициатив, он, на мой взгляд, на мой вкус, по моему опыту, сказал очень близкое и родное для тружеников Чувашии, для строителей Чувашии. А строители Чувашии – это все жители Чувашии, как создатели, как заинтересованные в том, чтобы всё-таки наш дом во всех смыслах этого слова был добротным, крепким, долговечным, красивым, комфортным. Эти слова мы произносим всегда правильно, но не всегда получается так, как мы хотим или мечтаем. Вот в числе инициатив президента для меня среди многих других, но я бы для себя поставил на первое место темы, связанные со строительством. Темы, связанные с дополнительным государственным стимулированием строительства вообще, вы слышали, весь строительный комплекс нуждается в поддержке, в том числе в форсировании так называемой регуляторной гильотины, согласований всяких. Ну и очень приятно и так ложиться, как бальзам на сердце, на душу – это предложение существенно повысить государственную поддержку льготной ипотеки для того, чтобы получить дом или получить квартиру. До 6 миллионов для субъектов Российской Федерации стоимостью квартиры. Я почему об этом говорю, потому что у нас ведь заседание Высшего экономического завета ещё дополнительно, да, и параллельно идёт, и главным образом даже это событие. Дело в том, ну, для сведения Олега Алексеевича, может быть, будет полезно нам всем, и прежде всего руководителю республики, поскольку он отвечает в известном смысле за нас всех. Мне вспоминается ещё один такой сюжет, сейчас не очень популярно об этом говорить, но из истории Грузии. Известный грузинский царь Давид воевал очень много и успешно по сравнению с другими грузинскими царями, но они разные бывают грузины, а бывают очень такие воинственные, в хорошем смысле слова в том числе. Воевал успешно, но в истории он нашёл, это дед знаменитой царицы Тамары, в истории он вошёл по имени, который дал ему народ. Народ его прозвал Давидом-строителем. То есть народ на первое место поставил не военные победы царя, а то, что при нём очень много строилось. Дорог, мостов, домов презрения для малоимущих, монастырей. По-моему, это очень важный сюжет исторический, который надо учитывать всем тем, кто хочет, нескромно звучит, в том числе остаться в истории, с хорошей репутацией. В данном случае в истории Чувашия. Я бы в рамках позволенного мне что-то сказать, высшего экономического совета, например, два предложения сделал бы, уважаемый Олег Алексеевич. В рамках дополнительной поддержки, инициативами и за счёт опыта чувашских строителей, можно и нужно, убеждён абсолютно, не на 100%, на 200-500 тысячи процентов. Надо дать, воспользуясь всей этой благоприятной ситуацией, и школой, и историей, инициативами президента, надо дать дополнительный импульс, ну, вообще-то говоря, просто возродить. Возродить строительство государственного и муниципального жилищного фонда. Для народа, в том числе для того, чтобы исполнить обязательства, обязанности, вытекающие из Конституции. Никакая даже хорошая льготная ипотека, она важна, она поддержит этой ипотеке и расширение ипотеки, жилищный комплекс, спрос и поможет людям, многим, немалым, решить эту жилищную проблему. Но я думаю, что в республике половина населения, как минимум, никакой ипотекой, самой льготной, пока не может воспользоваться. Поэтому нельзя забывать, что есть статьи Конституции, обязывающие все субъекты Федерации обеспечивать жильём малообеспеченных за счёт государственного и муниципального жилищного фондов. Это у нас было сделано, и мы начали строить государственный жилищный фонд и предоставлять квартиры малообеспеченным через социальные договоры, договор социального найма. Но потом это всё пропало, и я даже слышал, что распродали этот государственный жилищный фонд. Поэтому необходимо, нужно, нельзя не воспроизвести и не начинать строить государственный жилищный фонд. Иначе мы не справимся с обязательствами власти и муниципальной. Не все муниципалитеты это могут, но Чебоксар это может строить и обязан строить. Вообще-то говоря, обязан строить по Конституции. Если мы признаём Конституцию России, и государство Чувашское должно строить, и непонятно, почему перестали строить. Имею право так говорить, потому что кое-что знаю из своего опыта. И второе пожелание. Вот я проехался опять по городу. Это ведь не просто город Чебоксар, это столица Чувашия. И вы знаете, как мы занимались столицей. И вот в 99-м году, кстати, в этом здании Владимир Владимирович Путин вручил мне знак лауреата государственной премии за благоустройство исторической части столицы Чувашии. Так называлось вместе с командой архитекторов, строителей. И мы стали самым благоустроенным и красивым. И потом, кстати, мы утвердили концепцию комплексной застройки столицы Чувашии. Не просто города Чебоксара, а столицы Чувашии. Собрав все интеллектуальные силы архитекторов, строителей, не только Чувашии. Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы. Несколько раз совещались в проектном институте, в здании правительства Чувашия в разных местах. И утвердили концепцию комплексной застройки всей столицы Чувашии, чтобы город был необычным, со своим лицом, обликом. Разыграли семь холмов, на которых простирается город Чебоксары. И все были единодушны, что эти холмы надо застраивать комплексно. В основном с доминированием террасной застройки. Первая линия начинается с двух-трехэтажных домов, потом три-четыре этажа, пять-шесть, семь-восемь. И доходили до 12 этажей на вершине холмов. Все архитекторы, лучшие умы России были единодушны, что так надо застраивать город Чебоксары. И мы остановили точечное строительство небоскрёбов категорически. Что мы сейчас видим? Не муравейники, а человейники. 20-30 этажные небоскрёбы, бестолковые, без всякого архитектурного вкуса. Дешёвые. Какая там архитектура, вообще-то говоря. И на первых линиях, и без подходов, без инфраструктуры. На одну квартиру надо предусматривать по Москве сегодня от одной-двух автомобилей в расчёте. Стоянка автомобилей, машины, места. Что будет через 10-20 лет с этими небоскрёбами? Как будем туда подъезжать? Где автомобили будут? Как дышать будут люди, жители столицы, Чувашьи? Что будут говорить о нас? Это всё давно пройденный этап. Ещё при раннем Лужковой в Москве такое было. Потом было всё остановлено. Если самим чего-то не хватает, почему не учиться у Москвы Собянина, у Санкт-Петербурга? Почему мы всё нашпиговываем и нашпиговываем? Маленькие пространства, дом, проспект, улица, и там несколько деревьев растёт. Так было утверждено, советскими архитекторами больше там строить нельзя, вообще-то говоря, по элементарным стандартам. Там несколько деревьев. Нет. Вырубили деревья какие-то торговые точки, павильоны, двух-трёхэтажные. Людям дышать надо. Это не для людей строится, дорогие мои друзья, коллеги, соотечественники. Это для отдельных коммерсантов всё так безобразно коммерциализировано, недопустимо. Это преступно по своим последствиям. Кто будет расхлёбывать всё это творчество, в кавычках, строительство, в кавычках, через 10-20 лет? Это очень дорого обойдётся. Так нельзя. Надо всё это исправлять. Дорогой, уважаемый Олег Алексеевич, мы к вашим услугам. Поздравляю вас с наступившим юбилеем, столетием. Спасибо. Спасибо, Николай Васильевич.